Прогнозы, прогнозы, прогнозы. Каждый день мировая экономика получает оценки. От рейтинговых агентств, финансовых организаций, специалистов и диванных экспертов. Каких только графиков по росту и падению мировой экономики сейчас не увидишь. И в форме английских букв W, V, L, U. Есть и буквы N, перевернутого знака корня, и даже в виде эмблем известных брендов, например, Nike. Все графики схожи в том, что в них виден провал. Мировая экономика действительно на несколько месяцев упала в яму. В этом году мы являемся свидетелями беспрецедентной ситуации, когда практически весь мир свернул экономическую деятельность. И отсюда мы и в этом особенности этого кризиса. И отсюда мы и наблюдаем такое масштабное падение экономик по всему миру. Так что с Приднестровьем? В апреле был разработан негативный сценарий развития экономики. Двузначное падение ВВП по итогам года. Не до поступления в бюджет более 400 миллионов рублей. На борьбу с пандемией и антикризисные меры начали привлекать средства из других бюджетных статей и фондов. Некоторые предприятия стояли без заказов. Кто-то с полными складами не мог вывезти товары. Ситуация выглядела критической, но уже в мае промышленное производство начало восстанавливаться. Если говорить в целом, по итогам пяти месяцев, то принимая во внимание, что у нас в начале года был активный рост, практически во всех отраслях он наблюдался, то отставание по показателям января-мая от прошлогоднего уровня сложилось фактически лишь в пределах 2%. То есть, по сути, мы пока идем на уровне относительно спокойного 2019-го. Да, падение в апреле и начале мая было солидным, но практически все отрасли восстанавливают позиции. Легкая промышленность, электротехника, машиностроение в мае показывали рост в 2-3 раза по сравнению с апрелем. Плюс в том, что наши главные торговые партнеры в Европе. Пандемия постепенно отступила от европейских стран в сторону Латинской Америки, Африки, а значит и спрос на наши товары в Старом Свете начал расти. Если попытаться нарисовать график динамики нашего промышленного производства, он будет похож на неаккуратную параболу или греческую букву ТЭТА. Хорошие первые три месяца, затем провал и быстрое восстановление. До мартовских, то есть до карантинных показателей, мы еще не дотянулись. Май хуже, марта на 6%. Но это все равно не двузначное падение, которое прогнозировали ранее. По тем оценкам, которые дают наши промышленники, преобладают уже более оптимистичный настрой. И ожидается, скорее всего, мы пересчитаем ту оценку по падению промпроизводства, которая формировалась на основе апрельских прогнозов. Она будет улучшена практически в 2 раза. Наши промышленники с оптимизмом смотрят в будущее. Приднестровский республиканский банк, по аналогии с мировыми рейтинговыми агентствами, отслеживает показатель – индекс промышленного оптимизма. Руководители крупнейших предприятий страны время от времени дают свою оценку ситуации. Индекс промышленного оптимизма, который базируется на трех основных показателях – это спрос, запасы готовой продукции и прогнозы выпуска. Он в мае месяце лучше, чем был в апреле. В апреле этот индекс показал самые низкие значения за шесть лет – минус 26%. Подобное было в конце 2014-го, начале 2015-го, когда резко обвалились валюты стран основных торговых партнеров Приднестровья. Тогда продукция наших предприятий в раз стала неконкурентоспособной. В этом году мы выезжаем за счет хороших показателей начала года. Если брать отдельно второй квартал, то он, как и во многих странах, будет антирекордным. По экономическому росту, безработице, другим показателям коронакризис ударил и довольно больно. По мае мы вроде как выросли по объему промышленного производства на 0,9. Но если посмотреть на объемы промышленного производства без черной металлургии, без электроэнергетики, то мы обнаружим, что там как бы падение где-то процентов на 15. Два столпа преднестровской экономики – ММЗ и Молдавская ГРЭС в очередной раз помогли экономике и бюджету. У энергетиков новый, более выгодный контракт на поставку электроэнергии в Молдову. В металлургии хорошие тенденции, особенно по сравнению со слабым прошлым годом. Весенний провал отразится на годовых показателях. Недопоступления в бюджет сейчас измеряют десятками миллионов рублей. В бюджет идут в том числе деньги от таможенных платежей. А внешнеэкономическая деятельность просела значительно. В ГТК привели цифры. За пять месяцев экспорт просел на 9%, импорт почти на 16%. При закрытых границах предприятия и предприниматели не могли завести товары. Отсюда и двузначные цифры падения импорта. Как известно, прогнозы – дело неблагодарное, но без них никуда. В Минэкономразвитии сейчас готовят новый прогноз по общей ситуации в экономике. Если в промышленном производстве есть относительно точные цифры и от них отталкиваться проще, то по всему внутреннему валовому продукту сделать это тяжело. В экономику входит сфера услуг, строительство, транспорт, работа бюджетных организаций и так далее. В сфере услуги торговля у нас, разумеется, провал. Несколько месяцев не работали рынки, торговые центры, кафе и рестораны до сих пор не могут заработать на полную. Наиболее сложная сейчас ситуация – это в сфере услуг, да, как активно будет восстанавливаться наш малый бизнес, насколько активно будут включаться в работу предприятия. Ну, на самом деле тут все взаимосвязано, и мы надеемся, что по мере, скажем так, стабилизации ситуации в крупном бизнесе, соответственно, будут устойчивые денежные поступления работникам этих предприятий, которые они смогут затем потратить на потребительском рынке. Многие страны сейчас пересчитывают прогнозы, исходя из двух сценариев. Первый – если будет как есть. Второй – если нагрянет вторая волна коронавируса, и экономику снова придется закрывать. МВФ прогнозирует падение мировой экономики на 5%. Для сравнения, в 2009-м, после крупного кризиса, мировой спад был всего одна десятая. Коронавирус еще долго будет влиять на нашу жизнь и, конечно, на нашу экономику. Неопределенность, она сохраняется, и неопределенность будет сохраняться до тех пор, пока не будет решен вопрос с медицинского характера. Пока не будет либо лекарства четкого, а самое главное – вакцины. Пока же есть пример Китая – первой страны, вышедшей из карантина. Даже после эпидемии розничные продажи там на 8% ниже прошлогодних, а спрос на пассажироперевозки меньше на четверть. Во всем мире сейчас много говорят и делают для поддержки экономики. Триллионы долларов тратят на ее восстановление в Европе и США. Где-то людям дают прямые денежные выплаты, принимают антикризисные меры бюджетно-налогового характера. На все это нужно много денег, которые берут из резерва или просто печатают. Запустить печатный станок себе могут позволить лишь страны с резервными мировыми валютами. Доллар, евро, фунт, иена – у Приднестровья возможности очень ограничены. Мы не обладаем государственными резервами, которые позволили бы использовать их в подобных ситуациях. Поэтому мы вынуждены идти по другому пути. Мы сокращаем капитальные расходы для того, чтобы сократить дефицит бюджета и, соответственно, получить возможность использовать высвободившиеся средства для поддержки антикризисных мер и для выполнения социальных обязательств. В ПРБ подсчитали, на поддержку экономики и реализацию антикризисных мер государство потратит почти 200 миллионов рублей. Это чуть больше 1% ВВП. Это, конечно, меньше, чем в развитых странах, где есть резервы, но для Приднестровья сумма все равно немалая, и она будет увеличиваться. Многие меры господдержки бизнеса и населения продолжат действовать и после отмены режима ЧП. Владислав Лукаш, Отражение.